Добрый вечер. В четвертый день этой недели, среда по-русски, нас ожидает пост. Этот пост носит название 10-е число месяца Тевета, Сараба Тевета. Сейчас по еврейскому календарю месяц Тевет, 10-го числа этого месяца будет пост. Теперь сегодня мы выучим немножко, как это описано в Талмуде, в Масаха Троша Шана, немножко об этих постах, которые установили нам пророки и Хохамим, кроме того большого поста, который обязывает нам Тора, Йом-Кипур. Судья, который рассказывает нам про эти посты, находится в Масаха Троша Шана, который, эта Масаха Тана не посвящена, в принципе, постам, только здесь это вошло как бы по ходу дела. Поскольку мы находимся сейчас в Масаха Троша Шана, нам нужно прежде дать небольшое вступление для того, чтобы мы поняли, о чем говорит здесь Мишна и Гемора. Год по еврейскому календарю делится на 12 месяцев. Я имею в виду еврейских месяцев. Иногда добавляется еще 13-й месяц. Делается это по подсчетам особенным, когда это нужно делать. Есть особенная Аллаха, которую тоже мы учим из Тары, что первый день каждого месяца его нужно осветить. Есть такая специальная хагатка, которая называется Кедуша Ходыш. Кто это делал? И делает это Санедрин. Только Санедрин, которые сидят в Иерусалиме, в таком месте, которое называется Лишкат и Газит. Как они это делали? Делали они это всегда по показанию свидетелей. Когда начинается еврейский месяц? Он начинается, когда Луна, которая скрылась в конце предыдущего месяца, она появляется, ее видят уже какие-то люди. Тогда у них есть обязанность прийти в Иерусалим и засвидетельствовать о том, что появилась Луна. Как только они это засвидетельствуют, их свидетельство проверят, истинно ли оно, тогда Санедрин освещают новый месяц. Тот день, когда это происходит, это первый день нового, считается новый день, первый день нового месяца. Месяц может быть, в принципе, только или 29 дней, это считается месяц ХСР, недостаточный. Он может быть полный, 30 дней. Зависит это снова от того, когда придут свидетели и скажут, что они видели появление Луны. Теперь, это очень важно знать. Есть несколько месяцев в году, когда очень важно знать, на какой день выпадает первый день месяца. Это в те месяцы, когда там есть какие-то праздники, для того, чтобы мы могли знать, когда будут эти праздники. Мы должны знать, когда первый день месяца. Очень просто. Поэтому, если есть какие-то места далекие от Иерусалима, или даже далекие от Иерусалима, там, где не знают, когда Санедрин осветили месяц, то, что делали, посылали туда специальных посланников, для того, чтобы они сообщили, когда установлен первый день месяца, для того, чтобы люди знали, на какой, в какой день они должны делать какой-то праздник, который выпадает в этом месяце. В тех местах, куда эти посланники не доходили, там делали, из сомнения делали всегда два дня. Поэтому, сейчас, когда мы сказали это вступление, мы выучим с вами некоторую Мишну из Масэгат Роша Шана. Сказано здесь так. Альшища худашим шлюхим йоцим. Мишна начинается так. В шесть месяцев выходят посланники Санедрина, те самые, про которых мы говорили, для того, чтобы сообщить тем далеким, тем евреям, которые находятся в далеких местах, о том, когда установлен первый день месяца. Первый, говорит Мишна Аль-Нисан, витнея Песах, то есть, понятно, что они выходят сказать, когда установлен первый день месяца Нисан, для того, чтобы все знали, когда будет Песах, чтобы Халилу не кушать хометс в Песах. пятнадцатого числа месяца Нисан будет Песах. Аль-Ав, витнея Танит, говорит Мишна, что также выходили, чтобы рассказать, когда будет первое число месяца Ав, из-за поста, который есть в этом месяце, девятое число месяца Ав, чтобы знать, когда сделать пост. Аль-Элюль, витнея Рошашона, выходили также рассказать, сообщить, когда установили первый день месяца Элюль. Элюль это месяц перед Новым Годом, перед Рошашона. Объясняет, что обычно как нам это поможет. поскольку мы не знаем сколько дней будет в самом месяце Элюль. Мы уже сказали, что может быть или 29 дней, или 30. Объясняет Роша, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев Элюль всегда был недостаточный. Элюль был недостаточный. Поэтому даже в тех местах, где знали, когда было первое число месяца Элюль, могли знать также, когда будет в подавляющем из всех случаев первый день Нового Года. Потом говорит Мишна также Аль-Тишрей, Мипней, Токанатому Адот. Тем не менее, после этого выходили еще, чтобы уже точно рассказать, когда было первое число месяца Тишрей, то есть Новый Год. Для того, чтобы все точно знали, уже не по Польше, не потому, как мы сказали, что в подавляющем большинстве случаев, когда это должно было выпасть, а чтобы это знали уже в точности, когда был первое число месяца Тишрей, поскольку в этом месяце есть также Йом-Кипур, есть также Суккот. Аль-Кислеф, говорит Мишнам-Ип-Наи-Ханука, неделю тому назад закончилась Ханука, которая начинается 25-го числа месяца Кислеф, на этот месяц тоже выходили посланники сообщить, когда было первое число месяца Кислеф. Валь-Одор, говорит Мишнам-Ип-Нея-Пурим, надо знать, когда первое число месяца Одр, для того, чтобы знать, когда Пурим. Кшайя-Я-Бейс-Амик-Дош-Каим, говорит Мишнам, когда Бейс-Амик-Дош был и приносили пасхальную жертву, Афаль-Ияр Мепней Песах Копн. Также выходили посланники рассказать, когда было первое число месяца Яр, поскольку те, которые не смогли по каким-то причинам сделать Песах в месяце Ниссан, есть Аллаха, что они должны принести пасхальную жертву в месяце Яр. Сейчас мы видим из этой Мишны, что посланники выходили в далекие места среди прочего сообщить всем, когда было первое число месяца Аф. Поскольку в месяце Аф есть пост 9 число месяца Аф. Теперь спрашивает Геморатак. Если выходят на месяц Аф, для того, чтобы все знали, когда будет пост в месяц, когда постится в месяц Аф, спрашивает Гемора, вылить в Кунами альтамуз вет спрашивает Гемора, почему не выходит так же рассказать, когда было первое число месяца ТВЭТ и первое число месяца ТАМУЗ. В чем вопрос? Гемора, мы знаем, что в эти месяцы тоже есть посты. Откуда мы это знаем? Домар, бхон, бар, бизна, омар, бщемин, хсида, маэд, ксив, коемарашем, цвокайс, цоймар, ви, цоймар, хамищи, цоймар, шви, цоймар, ассири, елі, бейсьюд, или сосын, или симха. О чем говорит Гемора? Сказано в пророке Захарии. Есть пасук в пророке Захарии, который говорит так. Так сказал Всевышний, что пост, какой-то пост, который был до этого, который именуется четвертым, цомрви, цомхамиши, также еще один пост, который называется у пророка пятым, вецомшви, еще один пост, который называется седьмой, вецомасири, еще один пост, четвертый, который называется десятым, елі, бейсьюда, ли сосын, вели симха, у лимядим тойви. Сказано, что эти посты, говорит пророк Захарии, они будут в последующее время, с того времени, когда он говорит, пророк Захарии получил это пророчество в то время, когда начали строить второй храм по разрешению персидского царя Короша. С этого времени он сказал, поскольку сейчас будут строить второй храм и построят его, в то время, когда второй храм будет стоять, все эти посты, они будут наоборот, праздничными днями, до такой степени праздничными днями, что в эти дни будет запрещено поститься, если кому-то неожиданно захочется поститься в какой-то иной причине. До такой степени это будут праздничные дни. Такое пророчество получил пророк Захарий. Из этого мы, кстати, видим, что до того, как пророк Захарий, то есть до строительства второго храма, до того, когда он получил это пророчество, евреи посетились какие-то четыре поста, которые он называет четвертый, пятый, седьмой и десятый. В продолжении мы увидим, что это, о чем здесь говорится. Теперь Геморар спрашивает об этом так. Сказано с одной стороны в посуге сказано ЦОМ. То есть пророк называет эти посты, называет их постами, с другой стороны сказано ИЮЛИ САСОНВАЛЯ СИМХА, что они будут на праздник и веселье. Отвечает Геморар так, как мы это объясняем. Объясняем это так. Без МАНШИЕС ШАЛОМ ИЮЛИ САСОНВАЛЯ СИМХА. То есть в то время, когда есть ШАЛОМ. Что значит ШАЛОМ? Объясняют это так комментаторы Талмуда, что в то время, когда стоит храм, скажем, в то время был второй храм и в скорости из РАТШИМ построится третий храм, тоже так будет. И САСОНВАЛЯ СИМХА, тогда они будут на празднике и в эти дни будет даже запрещено поститься. Именно в эти четыре дня. С другой стороны, ЭН ШАЛОМ, если нету храма, ЦОМ, тогда нужно поститься. поэтому спрашивает Геморраа, так, поскольку мы знаем, что у нас есть эти четыре поста, пока что Геморраа еще не объясняет, когда они, но мы уже видим из прока Захарии, что все евреи постились эти посты в то время, когда они находились в Вавилонском изгнании от разрушения первого храма до начала постройки второго храма, поскольку они постили все эти посты, то почему тогда в Мишне упомянули только пост 9 числа месяца Абв? Почему посланники выходят только на месяц Абв рассказать, когда было первое число месяца Абв, для того, чтобы все знали, когда поститься 9 числа месяца Абв, и не выходят на три других месяца, то есть на самом деле на два, поскольку на месяц Тишри уже выходит по другим причинам, почему не выходят, рассказать, когда будет также первое число месяца Томузы, месяца Тибет, поскольку в эти месяцы также есть пост. Отвечает Гемаратак, Омар в попе, Ох, Камар, Безман Шейшшалем, так мы должны это объяснить, Безман Шейшшалем июля сосунили семха, то есть действительно, когда будет построен храм, когда второй храм был построен, во времена Мешные и Гемары уже не было второго храма, уже был разрушен, июля сосунили семха, то есть во времена, когда храм стоит на месте, тогда действительно в эти дни даже запрещено поститься, они становятся как праздники. Теперь, если нету храма, а что есть? Есть Гзератам Алхут Цом, Эн Гзератам Алхут Вен Шалом, Рацу Метаним, Рацу Эйн Метаним, то есть Гемара объясняет так, в то время, когда нет храм, это время также подразделяется на разные периоды. Если есть преследование евреев в каких-то местах, в этих случаях эти посты остаются так же, как были и раньше, нужно их поститься постоянным образом. Гзератам Алхут Вен Шалом. Теперь, если нету храма, но также нету преследований особенных, евреи, более-менее, сидят в разных местах спокойно. В этом случае говорим Рацу Метаним, если хотят, то постятся. Рацу Эйн Метаним, если не хотят, то не постятся. Нужно подчеркнуть, что значит хотят или не хотят. В каждом месте, очевидно, во времена Кемары, Бейздин, то есть суд, который был в этом месте, он это решал, постятся или не постятся. это не зависело от одиночных людей, это зависело от постановления Бейздин в каждом месте. Поэтому, поскольку это зависело в то время, во времена Кемары и во времена Мишны, это зависело от желания Бейздин в каждом месте, там, где сидели евреи, поэтому, говорит Гемара, не надо было для этого посылать посланников, поскольку эти посты не были установлены для всех евреев. Кстати, тут мы скажем, что с того времени уже все евреи приняли на себя поститься все эти посты, не только девятое число месяца, вот так же эти три поста. а сейчас мы поговорим про них тоже в продолжении. Сейчас спрашивает Гемара так, если эти три поста зависят из четырех, они зависят от желания, говорит Мара четырех постов. Поэтому какая разница, что девятое число месяца мы видим, что постились все, а остальные посты мы видим, что это не так, что это зависело от желания евреев в каждом месте. Омара в попе шони теща ба фуильву их пулюба царот. Говорит в попе девятое число месяца он отличается от всех прочих постов, поскольку в этот день произошли особенно большие царот, то есть особенно большие несчастья для евреев. Поэтому даже в то время, когда мы сказали, что прочие посты зависели от желания евреев в каждом месте, то есть когда не было храма, но когда не было также преследований, все прочие посты зависели от желания евреев в каждом месте, девятое оба, это не зависело от желания, а все постились в этот день. Этот пост никогда не прервался, только в то время, когда второй храм стоял, только в то время не постились никаких этих постов. Немедленно после разрушения второго храма начали все снова спаститься девятого числа месяца. Теперь, что произошло особенного в этот день? Домар-мар говорит Гемарам, батища-беав, девят-ва-ба, хара-в, абайс-баришой наубашния. То есть эти особенные несчастья, которые произошли в этот день, это то, что был разрушен храм и первый, и второй в этот день. Несмотря на то, что мы потом увидим, что 17-го числа месяца там уже, что там тоже есть пост, там тоже произошло много разных несчастей, тем не менее разрушение храма, поскольку это произошло и первый, и второй, именно 9-го числа месяца Абба, этот день, он считается особенно нехорошим. Кроме этого, что произошло там, говорит Геморан, Нилькида-Байтар был такой большой город, который был захвачен римлянами, и там были убиты там было убито очень большое количество евреев. Также Нахреша Айр. Кроме этого, также 9-го числа месяца Абба, в какой-то год, римляне, после того, как они уже захватили Русалим, они разрыхлили весь город таким образом, что ничего от него не осталось. Теперь продолжает Геморан, и сейчас Геморан объяснит нам, о каких именно постах говорит пророк Захария, когда нужно их поститься и по какой причине. Говорит Геморан так, Таня, есть прайса, которая, прайса это то, что сказали Таноим еще до того времени, когда во времена Мишны, еще до того времени, когда была написана Геморан. что там сказано, Рапшимин, сказал Тан, которого звали Рапшимин, Арбо дворим ая Рабиакива дойрыш, вани эйн дойрыш кмой сой. Прайса говорит так, что Рапшимин и Рабиакива спорили в каких-то четырех вещах, по крайней мере, возможно, были еще, только Рапшимин упомянул по именно четыре, и сейчас Гемора приводит нам только один из этих случаев, когда они спорят. Цом Арви, говорит Брайса. Сейчас Брайса объясняет нам этот посук из пророка Захарии, там, где пророк упоминает все четыре поста. Цом Рви, говорит пророк. Что это такое? Почему Рви? и почему он четвертый называется? Четвертый пост, что это такое? Зе Тет Бетамуз Щебо Увга Аир. Это, кстати, нам нужно запомнить на будущее. Говорит Брайса, что четвертый пост это девятое число месяца Томуза. Щебо Увка Аир, то есть в этот день, когда вавилоняне осаждали Иерусалим во времена первого храма еще, в этот день была разрушена стена и вавилоняне ворвались в Иерусалим. Была разрушена наружная стена Иерусалима. Щенеймар, откуда мы это знаем, пророк Ирмия говорит так. Батишала Хойдыш, то есть девятого числа Баихаза Кара в Баир был сильный голод в городе. В Илё Ая Лехем Лям Лям Оротс, то есть уже не осталось хлеба. Бытибака Ир в этот день Ир как бы раскрылась перед вавилонянами. Ваима и корель рви, говорит Гемара. Почему это называется четвертый рви Леходоши? Это четвертый месяц, считая от месяца Ниссан. Мы должны знать, что несмотря на то, что первый месяц в году это Тишрей, смотря на это, как мы будем учить в Таре, в Паршат Бой, сказано там про Ниссан, Хойдыш, Азей, Лехом Рош Ходошим. То есть первый месяц по подсчету месяцев это всегда считается Ниссан. Несмотря на то, что снова первый месяц в году это Тишрей. Теперь Томуз, это получается четвертый месяц от Ходош Ниссан. Тут мы видим кстати то, что нам нужно будет запомнить на будущее, что поскольку при разрушении первого храма была разрушена стена и в Илоняне ворвались в город 9 числа месяца Томуза, то в этот день очевидно был пост. Не как все сегодня постятся 17 числа месяца Томуза, а это было 9 числа месяца Томуза. Теперь продолжает Прайса говорит нам Цомаха Миши, что такое пятый пост за Тишабы Аф. Это 9 числа месяца Афа Шибонис Раф Бейталюкейн, что в этот день сгорел Дом Всевышнего, храм Веймай, корель Хамиши, почему он называется пятый Хамиши Лихадошим. Это получается после месяца Несан, это пятый месяц. Следующий месяц за месяц Томуз. Цомашви, что такое седьмой цом, седьмой пост, месяц, пророк, который упоминает пророк, это третье число месяца тишрей, то есть почему он называется седьмой, говорит пророк, называется Цомашви, то есть седьмой пост, поскольку от месяца Несан, это седьмой месяц по счету. Что произошло в этот день? Надо знать, что после того, как Павелоняне разрушили первый храм и угнали в изгнание почти всех евреев, которые находились в то время в Эрцисройле, еще осталось какое-то количество евреев, и Павелоняне оставили, они выбрали силы своей власти, человек, которого звали Гидалии бенахикам, оставили его, назначили его наместником над всем этим населением, которое осталось тогда в Эрцисройле. И таким образом евреи могли еще под властью этого наместника, они могли более-менее спокойно существовать. Тем не менее, тогда организовались некоторые люди, среди которых был один, которого звали Ишмойль бен Натания, которые были против любой, любого проявления вавилонской власти в Эрцисройле, и они убили его, они убили Гидалии бенахикам, и последствия от этого было, что Эрцисройль осталось буквально шмама, то есть пустой абсолютно от евреев, поскольку все, которые остались там, они от испуга убежали, поскольку боялись, что вавилоняне снова придут и отомстят за убийство Гидалия бенахикам и убьют всех тех, которые там остались. поскольку мы видим также говорит Гимараа, что два предыдущих поста и также мы увидим тот пост 10-6 месяцев Тевет, все они посвящены именно каким-то этапам разрушения храма, и этот пост он не относится никаким образом к разрушению храма, только в этот день был убит Гидалия бенахикам он был цадик, поэтому говорит Гимараа, Шишкуля, что взвешено метатан шель цадиким, то есть взвешено смерть цадиким, как разрушение храма. Продолжает Брайса, что такое цома Ассири, это последний пост, который вспомнил пророк Захария, 10-й пост месяца Тибета, это по хронологическим событиям, это должен быть самый ранний пост, поскольку в этот день, говорит Брайса, Мелих Бавель, он только начал осаду Иерусалима, несмотря на это, он упомянут последним в посылке, который сказал пророк Захария. Так учит Рабиакива. Согласно тому, как учит Рабиакива, событие, которое по хронологии должно быть первым, оно упомянуто в пророке Захария последним. Откуда мы это знаем, что именно в этот день началась осада Иерусалима? Мы это знаем из, говорит Гемара, пророк Ихэскель, говорит посыл пророк Ихэскель так, вы и тварашем и ляйбыш и на чьи бы ходыш асири бы ассор ли ходыш то есть был ко мне было ко мне прорчество говорит Ихэскель это было в десятый месяц то есть десятый месяц как мы сказали первыми считами от месяца Ниссан это месяц ТВЭТ Басор Лиходыш десятого числа также этого десятого месяца и так мне Всевышний сказал Бен почему это называется десятый месяц это десятый месяц по подсчету месяцев от месяца Ниссан так были и именно по той причине по которой мы уже сказали что согласно Ребе Акиве по хронологии этот последний пост надо было упомянуть первым поэтому говорит допустим по который он потому он считает что действительно нужно этот последний пост сделать его последним не только по исчислению месяцев но также и по хронологии. Говорит, что в этот день, уже после того, как произошли все события, уже был разрушен храм, в этот день пришел какой-то человек, который сумел убежать из Иерусалима, пришел уже к тем евреям, которые были в Галуте, в Вавилонском, еще до разрушения храма, и сообщил им, что разрушен город Иерусалим и также храм Шенеймар, откуда мы это знаем, сказано также в пророке Хескель, то есть в 10-м месяце Тевет, то есть 5-го числа месяца Тевет, Легалютейну, Бай-Лай Апалит, Мирушалайм, пришел ко мне какой-то человек, который сумел убежать из Иерусалима, Лемор Уктаир, Васу Йом Шмоек Йом Срейфа, сказал, и сделали, согласно Укс, сказал Рыбе Шмоель, и сделали этот день, когда услышали о том, что храм был разрушен, сделали его как тот день, когда он действительно был сожжен, то есть устроили в этот день пост. то теперь, когда мы увидели, по каким причинам постятся евреи эти четыре поста, то есть мы видели по, снова вернемся по тому ходу событий, который мы видели в пророке Захарии. Есть четвертый пост, то есть месяц Томуз, четвертый месяц от месяца Ниссан, в этот день была разрушена стена Иерусалима, девятое число месяца Аба, следующий месяц, в этот день был разрушен храм также первый и второй, потом третье число месяца Тишрэй, в этот день был убит Гидалия Бен-Ахикан, и десятое число месяца Тевет, в этот день, согласно Рыбе Акиве, началась осада Иерусалима, в то время, когда был разрушен первый храм. Теперь то, что интересно, мы видели в этой прайсе, что в первом храме стена Иерусалима была разрушена во время осады вавилонянами Иерусалима, стена была разрушена девятого числа месяца Томуза. Почему сегодня пост у нас семнадцатого числа месяца Томуза? Во втором храме стена Иерусалима была разрушена семнадцатого числа месяца Томуза. Так сказано в Вавилонском Талмуде в Масехе Таанит. Теперь в Иерусалимском Талмуде сказано иначе, что то, что сказано в пророке, то, что сказал нам пророк Иермия, что в первом храме стена была разрушена девятого числа месяца Томуза, это только по ошибке, которая была у тех людей, которые в то время были, и по их подсчетам это было девятого числа. На самом деле в первом храме тоже стена была разрушена семнадцатого числа месяца Томуза. И то, что сказано в пророке Иермия, это не то, что было на самом деле, а то, что тогда считали люди. Тем не менее вавилонский Талмуд так не считает. Масехе Таанит говорит Гемораа, что это разница, которая была между первым храмом и вторым храмом. Что в первом храме стена была разрушена девятого числа месяца Томуза, и очевидно пост также был после того, как был разрушен первый храм. Очевидно, постились от первого храма, храма, от разрушения первого храма до постройки второго храма. Очевидно, постились по этому поводу девятого числа месяца Томуза. После того, как был разрушен второй храм, пост падает на семнадцатое число месяца Томуза. Теперь мы должны выяснить, как это может быть, что если первый пост, который мы учили из пророка Захарии, он действительно был девятого числа месяца Томуза, как он может измениться потом. Есть в этом несколько объяснений. одно из них. Если мы посмотрим то, что сказано в пророке Захарии, сказано так, не сказано ни в каком месте в этом пасуке, в какое именно число нужно поститься. Сказано здесь так, что Всевышний сказал, что четвертый пост, пятый пост, седьмой и десятый. И потом мы видели, как прайса и гемора объясняют нам это, что четвертый – это четвертый месяц, пятый – это пятый месяц и так далее. То есть в этом пасуке упомянуты только месяцы. Поэтому есть, которые объясняют, что то, что мы учим из пророка, это называется митсва, медивр и каболь. То, что мы учим из пророков или сувим, это называется митсва медивр и каболь. Это не митсва из дары, но это также не митсва тхохамим. Это что-то между ними. Это было пророчество. Пророки – это те, которые установили эти посты. Какие посты они установили? Они установили. Установили только, что нужно поститься какой-то день в определенный месяц, но не сказали, в какой именно день нужно поститься. Они оставили для хохамим, которые были или будут в каких-то поколениях, установить, в какой день нужно поститься. Это первое объяснение. Поэтому получается так, что хохамим, которые были в то время, когда был разрушен первый храм, они, конечно, установили пост, который надо было поститься в месяц Томуз. Именно на 9 число месяца Томуза, поскольку именно в этот день произошло какое-то нехорошее событие для евреев. Те, которые были после разрушения второго храма, они изменили это в время этого поста с 9 числа месяца Томуза на 17 число месяца Томуза, поскольку это разрушение второго храма более близко к нам, и это более важно для нас, это более полит тем поколениями евреев, которые были после разрушения второго храма, поэтому установили его на это время. Это первое объяснение. Есть еще одно объяснение, которое говорит так, что действительно те посты, которыми постимся сегодня, это не те посты, которые постились после разрушения первого храма. После первого храма, после разрушения первого храма действительно были посты, как мы уже сказали, медиврой каболи, то есть те, которые установили пророки. Но после того, как был построен второй храм, эти посты аннулировались. как сказал пророк Захарий, все они будут как праздники. После того, как был разрушен второй храм, пришли хохамим, и они вернули те посты, которые были прежде, несмотря на то, что они не относятся к разрушению второго храма, то есть пост 10-го числа месяца Тевет, он относится к разрушению первого храма, также 3-го числа месяца Тишрей, он также не относится к разрушению второго храма. тем не менее, они установили, что нужно поститься также и их тоже, как память о том, что произошло прежде. Два других поста, то есть 17-го числа месяца Томуза и 9-го числа месяца Аба, это, поскольку это относится также к разрушению второго храма, они понятно, что также установили их поститься. Поэтому мнение получается так, что то, что мы постимся сегодня, это Митцвод Хохамим. Два поста из них это о разрушении второго храма, это последнее событие, которое было, оно ближе к нам, чем разрушение первого храма. Два поста, которые относятся к разрушению первого храма, это память о тех постах, которые постились тогда. Есть также третье мнение, которое говорит, что все посты, которые мы сегодня постимся, это также посты, которые установили нам пророки. Только что, в чем разница между тем постом, который постил евреи после разрушения первого храма 9 числа месяца Томуза, а сегодня 17 числа месяца Томуза. Вся разница объясняют, это то, что тот пост установили первые пророки, которые были в то время, Захария, он относится уже к последним пророкам, которые были у евреев, до того, как пророчество исчезло окончательно. Последние пророки установили, что надо поститься 17 числа месяца Томуза снова, поскольку это относится к последнему событию, последним событиям, которые произошли с евреями. Все остальные посты, они также никогда не отменились, то есть, несмотря на то, что был построен второй храм, сказано, что в то время все эти посты отмечались как праздники, и было даже запрещено поститься в те дни. Тем не менее, поскольку первые пророки, которые установили эти посты, они знали также по пророчеству, что второй храм также будет разрушен. Когда они установили первые посты, они имели в виду, что даже когда будет какой-то перерыв, и второй храм будет построен, то есть будет какой-то перерыв в разрушении храма, тем не менее, они установили посты таким образом, чтобы они не отменились, когда будет построен второй храм, поскольку они видели, что после этого он будет разрушен, и снова придет время, когда надо будет поститься эти посты. Теперь мы посмотрим немножко в Масехет Таанит объясняет нам Мишна и Мора, рассказывает нам о двух постах, в которых произошло много всяких разных нехороших вещей для евреев. Это 9 число месяца Абе, это также 17 число месяца Тамуза. Как мы видели 10 число месяца Тэбе, это 3 число месяца Тишрей произошло только какое-то одно событие. 17 число месяца Тамуза и 9 число месяца Абе произошло много событий, в каждой из них 5. Говорит Мишна в Масехет Таанит. Так, амища дворим иру этого тэйну бащева сарба Тамуза хамища батища баав. То есть 5 каких-то событий произошли с нашими праотцами с 17 числа месяца Тамуза и 5 9 числа месяца Абе бащева асарба Тамуза. Что произошло с 17 числа месяца Тамуза? Ништабру Табрит получил получил там скрижали завета. Когда он спустился с горы и увидел, что евреи пока что сделали этого золотого тельца и поклонились ему, в этот день, это было 17 числа месяца Тамуза, он разбил первые скрижали завета. Второе событие Буталь Атамид. То есть, что такое Атамид? Каждый день в храме приносили жертву, которая называлась Тамид, так она и называется, Тамид, то есть постоянная жертва. Приносили ее, чтобы были какие-то с хуёд, заслуги у всего еврейского народа. Приносили ее за всех. Каждый день. В какой-то день греческие власти, которые были в то время в Роцисфраэль, они запретили принесение жертв в храме. Это было 17 числа месяца Тамуза, тоже в какой-то год, когда прекратили приносить в жертву в храме, в частности, Тамид. Вуфка Аир и была разрушена стенах Иерусалим, как мы уже учили прежде. Это уже три. Теперь четвертое. Истарав Апостомус Роша это Тора. Был какой-то большой апикорис, который изжег свиток Тары. Буамат целем Баихаль. Теперь еще во времена царей, когда многие из царей поклонялись идолам, были идолопоклонники, был такой царь Минаше, который из них был особенный в своем идолопоклонничестве. И до такой степени он поклонялся идолам, что даже установил в храме какого-то идола. Ему было недостаточно поклоняться в других местах. Он установил идол также в храме и поклонялся ему. Также это произошло это установление в это идолу 17 числа месяца Томуза. Это особенно отмечено в Мишне. Теперь что произошло 9 числа месяца Ап? Первое. Никзараль в Исейну шире концу Лаурц. То есть в этот день еще в то время когда евреи вышли из Египта должны были уже войти в Ирц Исраэль. Тогда как мы знаем произошло это по той причине что послали Мираглем то есть каких-то разведчиков в Ирц. Исраэль они после того как они вернулись и рассказали что не смогут евреи войти в Ирц. Исраэль и в тот день за этот большой грех поскольку евреи не поверили в то что Всевышний ведет их в Ирц. Исраэль как известно еще 40 лет они должны были ходить по пустыне и все те которые вышли из Египта и они уже были в возрасте 20 лет все они по причине этого греха все они умерли в пустыне. Когда Всевышний установил это наказание для них это было также 9 числа месяца Ав. Третье как мы уже видели Нилькида Нет Второе Нилькида Битар то есть римляне захватили город который называется Битар в котором как можно сказали было очень много евреев и все они были убиты в Нахрыша Ир также римская власть она распахала весь Ир Иерусалим уже после того как был сожжен второй храм храм и еще говорит как Сиев, как мы видели в Масехе Троша Шана, там сказано не так, сказано в Прокирме, сказано, что это произошло. 9 числа месяца Томуза Ома Рове, Лё Каше, умер, отвечает Рове, нету в этом никакого противоречия, то есть то, что сказано в Пророке 9 числа месяца Томуза, это произошло в первом храме, 17 числа месяца Томуза, это произошло при разрушении второго храма. Детание, говорит Рове, есть доказатель, сказано в Райсе, то есть во время призыва, при разрушении первого храма стена была разрушена 9 числа месяца Томуза, при разрушении второго храма это произошло 17 числа месяца Томуза. Как мы уже упомянули это прежде, что также после того, как был разрушен первый храм, пост вместе Томуза был назначен на 9 число.